Добрый день, добрый день, друзья, здорово! Мы так плавно из утра перешли в день, раннее утро, эфир начался в 5.30, и третье бутрия начинается довольно-таки поздно. Знаешь, что я сделаю первое, когда закончится эта серия? Так, давай. Я лягу поспать. Поспать. А я думал, ты скажешь, я пойду в дотку аппет 7к ММР. Старею, старею. Разочаровал, я-то думал. Раньше бы ты сел. Ладно, окей, будем переходить к драфту от команды Уджи Феникс на первом пик, от команды Ньюби Дизраптор Сент-Кинг. И, наконец-то, хоть кто-то забанил Кристал Мейден. Отдал дань уважения, скажем так. Может быть, мы увидим Войда снова от команды Уджи. Сегодня уже Войд был на позиции Кэрри. Кстати, в комбинации с Фениксом тоже. Когда-то это было чуть ли не классика. Феникс-Войд берешь, это довольно простая и сильная комбинация в исполнении. Не требует там каких-то трудных реализаций. У Уджи есть отличный Феникс. Крайне опытный. Это Флай, который очень любит этого героя. Поэтому можно Феникса запирать прям первым пиком. Пикуют также Оджи Эмбер Спирита для Ана. Ана тоже Эмбер Спирита очень любит, как мне кажется. Умеет им играть достаточно неплохо. Ну, а Ньюби начинает драфт с Дизраптора Сент-Кинга. Сент-Кинг пока непонятно какой. Четверка или тройка. Потом будет ясно, куда захотят его Ньюби поставить. Но посмотрим на драфт дальше. Я, честно говоря, теряюсь в догадках. То есть, команды начали свой драфт достаточно предсказуемо, скажем так. Поэтому очень тяжело предугадать, что дальше будут банить. Но Оджи могли бы на самом деле сами забанить Дарксира. Потому что комбинация Дарксир плюс Дизраптор очень мощная. Но Ньюби решили почему-то забанить его собственноручно. У них, в общем-то, был первый пик. На второй стадии драфта могли бы забрать себе сами. При желании. Ну ладно. Не хотят. Видимо. Планируют какого-то другого Харзера. Или Сент-Кинга уже. Третий банн для команды УДЖИ. Призадумался Флай. Кого же лучше убрать? Вот Эмбер Спирит на перстадии. Это хорошо. Урсу, наверное. Вот как ты считаешь? Все-таки вот Эмбер Спирит так рано забирать. Такого героя, которого все-таки можно как-то законтрить на центре. Очень хороший герой Эмбер Спирит. Ну, на что-то так рано или не рано. Не знаю. Его, наверное, Ньюби убрали бы. Если бы УДЖИ не забрали бы Эмбер Спирит. Уж больно часто его УДЖИ используют в своих стратегиях. Ну, его действительно можно сконтрить. Но на самом-то деле, как бы ты этого Эмбер Спирит и не сконтрил, у него всегда есть возможность вернуться в игру. У него очень хорошие нюки. Он может купить Бутсов Тревел и сплитпушить. Поэтому Эмбер Спирит действительно на первый-то пик может быть и не самая удачная идея. Но если ты думаешь, что соперник его тебе забанит, то почему бы его и не пикнуть? Ну вот Флай убрал Сайленсера. Самый такой очевидный контрпик к Эмбер Спириту. Еще Урса сильно достаточно Эмбера контрит на лайне. Потом по игре, наверное, не сильно контрит. Но все равно Урса и против Феникса также хорош. Поэтому я бы призадумался на месте Флая. Здесь мы видим бан Войда, которого уже ОДЖИ использовали. Видимо, Фейт посмотрел, как ОДЖИ играли. Как минимум посмотрел вот этот бафик, какие там вообще герои в принципе были. То есть это же легко прослеживается. И понимает, что лучше Войда не отдавать. Тем более Войд здесь по-прежнему был бы хорош на позиции Кэрри. Он бы здесь выступал вполне себе неплохо. Сегодня от команды Ньюби мы могли увидеть Тайтхантера, могли увидеть Найтсталкера. Был и Снайпер. Был и Акс, и Бладроу Рейнджер. То есть такой вот пул разноплановый. Но вот на Сталкера брали аж два раза. На позиции ромящего саппорта. Как я понимаю, Лесника. Поэтому, возможно, мы его все еще можем видеть. Хотя уже непонятно на какую позицию. И ты был абсолютно прав. Форс, это Урса для команды Ньюби, а УДЖИ, этот момент. Не смогли прочитать? Да нет, они смогли прочитать. Просто они убрали Джиггернаута. Тут одно из двух, понимаешь? Либо ты убираешь Джиггернаут и враг пикает Урса. Либо ты банишь Урса и враг пикает Джиггернаута. Джиггернаут очень крут против Феникса. Урса крут против Феникса и Эмбера. Мне кажется, что против Урса сложнее играть, чем против Джиггернаута. Но, видимо, Флай считает по-другому. Это его команда. Он знает стили своих игроков, поэтому принимает соответствующее решение. В общем-то, Банджиггернаута тоже оправдан. Просто Ньюби сейчас могут еще взять какого-нибудь СФа на мид. СФ также круто с Эмбер Спиритом стоит. Или инвокера. И уже у Ньюби будет такой хороший, хороший драфт. Весьма сносный. И вышки можно ломать. И начальную стадию выиграть. Урса может один на один стоять против большинства героев. Вот и тут у нас появляется Кунка. Игрок Джеракс. Это что значит? Феникс на Сложно будет? Нет, это Феникс пятой позиции. Флай будет играть на Фениксе. И Кунка для Джеракса. Ну, приходится отказываться от Манки Кинга. Нужно искать альтернативу. И OG нашли эту альтернативу в лице Кунки. Герой неплохой. Он, в общем-то, и раньше был хороший. Только почему-то его никто не брал. Странно. Четвертый пик для Команда Ньюби. Странкинг Дизраптор Урса. Пока есть. Презадумался. Какие варианты есть, Форс? Кто может появиться? Пока нет кэрия на Сложно, наверное, не стоит. Прямо брать героя. Берут Тайдхантера в итоге. Ну, ладно. А, у Ньюби Ласт Пик. Тогда, да. Тогда надо на Сложно брать. Я не заметил. Ты сможешь взять мидера тогда, когда ты видишь и кэри, и мидера соперника. Это очень круто. Тайдхантер. Ну, смогут ли OG подобрать какого-то персонажа, который этого Тайдхантера не боится, пока не совсем ясно. У Ньюби очень мощный драфт для тимфайта. Крайне опасный. Есть хороший роумер СК. Хороший лайн-саппорт Дизраптор. Это все может ганкать Эмбера. Это все может приходить и на лайн к Тайдхантеру, когда Тайдхантер получит хороший уровень. Опять-таки, Урсе особо помощь не нужна в самом начале. Только если Трипла придет к Урсе, в чем я сильно сомневаюсь. Вот, поэтому можно будет оставить в гордом одиночестве этого героя. Ну и Флай. Что же он выберет? Выберет ли он какого-то хардера или он выберет сейчас кэри? Против Урсы хорош Сларк. Против Урсы хорош Террор Блейд. Но Террор Блейд, он может так не очень хорошо заезжать против Тайда, как мы знаем. И против Тайда плюс СК особенно. То есть, если к тебе придут такие... О, ну это Энигма. Сейчас будет ласт пиком для С4. И Фейд должен этого героя убрать. Начиная свой день с Нагой Сиреной, кто вдруг только проснулся. Говорили, что вот после всех изменений Нага исчезнет из доты. Все-таки Нагу немножко так поднерфили. Но Нагу нормально поднерфили. Но OG просто очень круто играют с Нагой. Понимаешь? Они используют ее не только для того, чтобы... Ну вот прям фармить много, да, чтобы иллюзиями разводить. Они играют очень командно. Они могут на Рошана прийти, если вы пытаетесь забрать Рошана. А здесь ведь Урвса будет пытаться забирать Рошана. Нага приходит, кастует ульт, отбирает у тебя Рошана, забирает Айгис и уходит. Это все понятно. Очень обидно. Но, конечно, Нага это от OG. Уже, мне кажется, самих ребят из OG она достала. Да, они знают, что они наиклевые. Но Нага это мы знаем. Это достаточно пассивная такая размеренная дота на минут 40-50. И где, как бы ты ни проигрывал, всегда можно вернуться в доту. Нагу, конечно, мало кто любит. Но стратегия на победу. Бан Энигмы. В общем, как ты предполагал? Бан Шадоу Финда от команды OG. Может быть, Ньюби какого-нибудь Девауэра возьмут? Я только об этом героя вспомнил. Ньюби могут взять Девауэра, да. И против Эмбера можно постоять. Это правильное очень замечание. Я тоже что-то не подумал об этом. Да. Здесь ОД будет круто смотреться. Мне нравится. А Эмбера он просто уничтожает на миде. Батрайдер появляется для команды OG. Герой для СФО. Ну и, в общем, тут вариантов у Ньюби немного. Героя на мид. Конечно, они могут поставить и Урсу в миде. Но, я думаю, не будут выдумывать. Урса пойдет в легкую. Могут поставить и Урсу против Эмбера. Урса уничтожит Эмбера. Без вариантов. Но тогда надо думать насчет керри. Ну, если Урса мид, то я бы предположил, что это будет Террор Блейд у Ньюби. Если это Урса керри, то ОД или Инвокер. ОД, Инвокер или Террор Блейд. Одного из этих героев этого, мне кажется, возьмут Ньюби. Но это, в итоге, антимаг. Ну, кстати, тоже неплохой вариант. Не ожидал, что его заберут Ньюби, конечно. Саживайтесь поудобнее, друзья. Я вам так скажу. Учитывая, что это Нага-сирена против антимага. Форс, ну кто, если не мы? Вот кому такая игра может достаться? Только нам. И мы все по полочкам разложим. Расскажем, почему антимаг, почему Нага. Да, такие карты достаются немногим, но вам и нам повезло. Или нет? А сейчас узнаем. Это мы уже скоро узнаем. Игра может получиться, на самом деле, очень интересной и веселой. Потому что антимаг, он быстро покупает БФ. Если быстро покупает БФ, начинает очень много фармить. В этой игре ему, наверное, не помешает манта, БКБ и, может быть, Башер или, может быть, Аганим. Не знаю, что он захочет купить по итогу. И можно уже идти заканчивать. К тому моменту Нага, если все пойдет по плану, будет иметь, ну, максимум травола, радик и, ну, может, манту тоже. И антимаг в таком, ну, как бы, сетапе, он помощнее смотрится. Плюс Тайпхантер. Я думаю, что Тайпхантер будет чувствовать себя, как бы это каламбурно не позвучало, как рыба в воде. В этой игре против Наги Сирены, она милишник. Ты якорем машешь, уроны режешь, крипчиков добиваешь, у тебя все классно. Главное, вот, небольшую помощь получить от КК на лайне. Чтоб он там чуть-чуть либо подстакал, либо помог в начале стоять. Вот, и все будет окей. Ну, или не в начале, ну, как бы не в самом начале, надо, чтоб КК тоже уровень какой-никакой получил. Там где-то с третьего левела к Тайпхантеру прийти и немножечко ему помочь. Ладно, посмотрим, что выйдет из этого. Хочу сразу рассказать, друг, кто не знает, игрок с ником Муги. Многие могут спросить, кто это вообще такое, но это игрок, у которого раньше был никнейм UUU9. Возможно, вы такого помните, должны. Но вот почему-то он в начале мая решил свой никнейм изменить. Почему-то у игроков такое желание возникает. То есть не то, что как Делну Тейл там с Биг Дэйди у него было, да, по-моему, но он как-то изменил, потом вернул. А тут вот прям полностью изменен никнейм, и теперь его называете только так. Видимо, не знаю почему, но теперь у него ник Муги. Будем называть его Муги в таком случае, раз ему так больше нравится. Смотрим. Карта Ньюби ОУДЖИ. Напомню, это первая карта из матча BO3. Нас ждет либо две, либо три карты в этом противостоянии. Ну и уже активный вартинг произошел. Стоя в центре, Тайтхантер заблочил сам себе, ну как сам себе, заблочил просто большой спаун. Вот эта вот позиция, да, будто крипов не отводили. Надо потом... Тайтхантер собрался, собрался фармить на лайне, купил себе топорик. Ну это позитивно, слушай. На самом деле прикольно. Ну заблочены спауны, в принципе, то есть два спауна заблочены. И Тайтхантер такой герой, которому нага вообще ничего не делает. Можно было бы купить, например, колечко на армор. Ну, щиток покупать бессмысленно, ты Кракеншилл вкачаешь потом. А колечко на армор не помешает. Нога физой бьет. И, кстати, тут с ваплайнами. Смоуки OG сейчас выходит на руну Ньюби. Антимаг. Муги, конечно, не убить. Видит это безобразие. Но он, кстати, мог бы... Я думал, что Антимаг пойдет как-то драться прям за эту урону. Но он решил, что лучше не тратить лишние танго, хотя у него 8 танго с собой. И Муги понимает, что что-то как-то стоять против триплы вот такой вот вообще желания нет. И он сразу бежит. Да, он сразу бежит. И это, кстати, выгодно. Ну как для Антимага. Если он сейчас придет в топ и Нага сделает телепорт в топ, то Антимаг сможет сделать телепорт в бот. Кстати, Тайдхантер у нас отдает ферсблат. И с фор прям залетел. Даже без ферсблая. Он на руне его подловил. Я, честно говоря, думал, что он его отпустит. Поэтому переключился в другую точку, но он его дожарил. Вот так вот прогнал его. Да, ну, тоже удобно, в принципе. Тайдхантер уже здесь. Правда, Тайдхантеру здесь будет не легче. Здесь он фармить не будет. И вот его закуп сейчас он будет решать. Решать то, что Кейпи сейчас два фрага дает за 30 секунд. Вот так вот, друзья. Флай при этом должен жить. Андер страйк весел, но он закончился. Можно еще убить и Фейта. Это же Кунка против Тайдхантера. Да, и пока Кунка, знаешь, он на коне. На корабле. 3-0 для команды УДЖИ. Такой вот закуп Тайдхантер сейчас ставит очень незавидное положение. Он не может как-то уйти прям в лес. Это не талон. Окей. Кейпи пешочком назад на линию. Фейт пока экспится. Но начало не самое удачное для команды Ньюби. На топе гоняет уже активно СФО. Должен как-то под тавармалосхитить понемногу. Но, по-моему, параллельно об антимага плеваться. Антимаг прокачался манобрейк. И, как видите, мы уже по Тайдеру немало ман выжгли. Да и пробили неплохо. У СФО таким образом не оказалось вообще ни одного подхила больше. Либо он уже 4 танга завязал. Либо у него этого танга и вовсе не было. И была только фласка. Но при этом он уйдет себе бутылку. Интересное решение. С другой стороны, ты слышишь на такой линии, где пополнить бутылку не проблема. Баунти руны очень близко находятся. Но, правда, там Сэн Кинг. Да, Сэн Кинг будет стараться контролировать руну, не отдавать ее СФО. Есть стики и подкоп. Стики, кстати, можно уже использовать, чтобы заряжать новые. Ну вот он, СФО полетел. Укапывается. Какая? Надо СФО разворачиваться. Ну, СФО так не считает. Он идет дальше. Антимаг прыгает. Но должен отсюда Сэн Кинг уходить. У него подкоп через пару секунд. Хотя уже висит 4 стака. Они сбрасываются. Ну, просто не хватило мана. Если была бы мана, скорее всего, СФО бы сделал убийство. Но мана не хватило. Ну, кстати, Нотейл испытывает проблемы в боте. У него кончилась мана. И вообще ему выбили весь реген. Как так вышло? Неужели Кипи, дважды умерев, успел прийти и за минуту просто выбить все, что было у Нотейла? Хм. Странно. Это странно. Анна в миде испытывает проблемы. Конечно же, СТриплСи легко его перекоешивает и мешает подходить к репам. И вот тапок купил себе Анна. Я не заметил, какие он артефакты покупал прям первым слотом. Наверное, Пурманшилд все-таки себе взял. Но против фурса тапок очень важен. Чтобы ты вот так мог переманивать крипов. Кстати, это сейчас сделать сложней. Из-за новой механики переагривания. Ну, там, понерфили вроде время агрокрипов или что-то типа того. Я уже точно не помню. В общем, не так удобно стало переманивать. Вот, поэтому Эмберу еще сложнее теперь против фурса на миде. Но она старается хоть каких-то крипов добивать. Ну, вот я вернулся назад на линию. Патригинился я на базе. Уж очень... Было непросто стоять ему без мана и без хп. Купил себе новую порцию танго и дальше стоит. Ну, кипи, в общем, установился. Несмотря на эти две смерти досадные в начале, сейчас по итогу стоит и проблем не чувствует абсолютно. Да, там понизили на 0,2 длительность агрокрипов и повысили кулдаун на 0,5 на агро. Соответственно, крип агро кулдаун увеличен. Короче, тяжелее стало. Эмбером против фурса в мини. Да, фурса. Я думаю, этого нашему зрителю-то и хватит. Тут она добиваясь. Слушай, чайны. А вот пойдет ли я себе до конца? Нет, не пойдет. Хотя уже у ИС есть ботинок, но идти под башню было бы слишком рискованно. Блин, этот вопросик на ДНАЕХ, это что-то с чем-то. Изначально это был пранк на 1 апреля. Вопросик. А потом это пересло в то, что это стало шмоткой. Ну, это в копейзии. Как я понимаю, на высоком уровне каком-то, скорее всего. Да, 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 на высоком. А иначе это было бы... Ну, это ж реально просто немножко бесит, мне кажется. Ты такой бьешь, бьешь тут вопросики эти. Триггерит. Реально, это ж просто он тебя берет и... Эх, ладно, не буду смотреть прям противно. Внизу КП. Трудно его убить даже вдвоем. Кракеншел в 2. Якорек в 2. И добить его здесь почти невозможно. Ну, главное, что мы Тейл фармим. Он Тейл пока фармит. 27 на 4. У антимага чуть поменьше. Я смотрю постоянно, что Муги как-то прыгает, куда-то бегает. Крипов не так часто добивает. Хотя вот на топе можно не крипа добить, а СФО. СФО погибает. А вдруг трех героев. Каждому после 34 достается. Золото. И это первый убийство для команды Ньюби. Да, тут Феникс пулечки делает. Мешает Тейтхантеру фармить. Но Тейтхантер добьет сейчас пару крипов. Наверное, отойдет на пул. Там добьет, что осталось. Ну, или Реджового крипа, во всяком случае, должен... Джеракса пытается убить. Джеракс также здесь погибает. Сейчас очень агрессивно играет Ньюби. Все-таки два героя, которые могут быстро до тебя добраться. Это Исен Кингс Бро Страйк. Это Антимакс Блинка. И, ребята, это используют. 2-3. Урса появляется в Фейсбут. Да, пока ИСи на центре стоит и... Вообще не ощущает врага. Ну, ладно, терпит. Ладно, 15 на 3. Тут его винить не за что. Незачем. Такая вот игра у него. Зато есть лиса. Можно их пофармить. Правда, не самые удачные крипы. Эти големы появляются. Ну, что-то досталось там Юнайну. Там Эксмарк, видать, да, был, как я понимаю? Там Эксмарка второго уровня, да. Он не успел просто уйти. Пока на этой Эксмарке висел. Его сжег Битрайдер. Тогда это можно объяснить. Ну, Антимак играет агрессивно. Блинк у него, разумеется, первый. Поэтому надо им пользоваться поаккуратнее. Тут нападение на Кунку. Глимсует назад. Кинация Филд. Эксмарк. Отличная работа от Джеракса. Вот так можно делать. Это можно ведь делать не только с самим Кункой, но и тиммейтом помогать. КК получает торрент. СФО полетел. Есть бочка. Фейт близко. СФО теряет очень много маны. Рейндроп также в кулдауне. СФО здесь можно убить. Тандерстрайк. Последний заряд. И СФО все-таки улетает. Но было опасно. Было опасно. Тайдхантер воюет с Нутейлом. Подходит Флай. Можно попытаться кейпи и убить. Но, наверное, я с выводами поспешил. Тут кейпи убить. Даже с Фениксом не получится. А Эмбер улетает на базу. Должен был где-то оставить Римлянт. Да, прямо на башне. Ну и пока у Эмбера по-прежнему есть трудности. Перефармую Си в два раза. Почти 50 крипов и 20 днаев. Это может быть очень быстро Владмирс. Ну и впоследствии и Блинк. Нужно будет с этим как можно аккуратнее. Телепортить на центр. Санкинг летит. А она можно попытаться убить. Притом она, по-моему, как-то не видит пока. Сколько все печально. У него ремнант. Пока на нем висят царапки. Его действительно можно было бы забрать. Но она отступает. Идет подфармливать лесочек. Мы видим то, что по крипам она очень сильно проигрывает Урси. Но с этим она ничего не может поделать. Ну, таковаться на раннего пика Эмбер Спирита. Всех героев забанить ты не можешь. Ты можешь убрать Сайлансера. Ты можешь убрать там какого-нибудь СФа, Инвокера. Но всегда найдется герой в центр, который этого Эмбера уничтожит. Если соперник этого захочет. Ну, поэтому приходится рпять ничего. Я думаю, если они будут фидить. А он пока не фидит. То свой фарм он в будущем найдет. Опять же, леса всегда наступны на топе. Снова было нападение. Снова был Глимс. И снова Джеракс идеально работает. Если бы не Х-Марк, СФа бы здесь, наверное, погиб. Дезераптор явно это не достает. Выходит на топ Урс, а вот это уже плохо. Тут надо отсюда улетать. Есть Firefly и СФа. Джеракс просто пытается уйти. СФа полетел. И надо отсюда немножко отойти назад. В итоге Урса теряет время. Тут надо добиться чего-то из Трипл Си. Он должен либо сломать вышку, либо кого-то загангать. В итоге он сейчас просто помогает Какаас фармить стаки. Сюда подходит еще и Ю-9. Всей толпой прям фармит этих бедных нейтральных крипов. Ну и в конце концов СТРИПЛ Си отступает. Тейт Хантер. Левел 6. Берет себе еще одну фласку. Попадает Спиритом Флай и сбивает эту фласку. Как дела у Нотейла? У Нотейла дела, кстати, очень хорошо. 60 крипов. Топовый крипстат на карте у Йохана. Я не ожидал, что он так хорошо сможет отставить. Он на леса подфармил еще. Конечно, там не все крипы прямо на линии. Но тем не менее, да. Но Тейл стоит очень круто. Также не погибает. 1-0-1 у него счет. Но главное здесь не заиграться. Пока он слеп не прокачивает. Иллюзия в 3. Риптайт в 4. В общем, то, что нет ультимейта, это вполне логично. Ребята пришли на шрайн. Стоят они под вардом. Все прекрасно видят. Команда OG. Нападение было на иллюзию. Плюс 14. За Бролстрайк. Флай понимает, что опасно. И Флай здесь уже не отпустят. Все-таки будет, скорее всего, глимс. Пока он не достает. Но антимаг должен неплохо просто бодистопить. В общем, это и происходит. Есть подкоп. И Феникс погибает. Еще можно и Нутейла глимсонуть. Но решил Фейт, что не стоит того. Нутейла отпустили. И уже Эмбер, смотрите, понемногу восстановился. 48 на 3. Он сейчас еще найдет какую-то точку, где может загангать. И у него вообще все станет отлично. Чейны. Есть Хмарк. Есть Торрент. Уруса нажимает ультимейт. Возможно, немножко рановато. Но этот Джерекс тоже так выжидал момента. Ну и Сипа тратил ультимейт. И еще плюс ко всему двух героев сместил под себя. Но Сангик незамедлительно уходит подальше от мида. Эмбер, как мы видим, собирается купить себе травела. Будет вниз атака. У СФО проблемы. Пока он будет жить. У него стики. Манавоид есть, но Муги не давал. Но там, с другой стороны, есть рейндропы. Поэтому урона бы не хватило, скорее всего. И уже антимага наказывают в ответ. Сетку не закину, потому что здесь на Агене есть Хмарк и Соррент. Джерекс просто пока в идеальной тайминге. Еще Анна полетел дальше в погоню. За Фейтом Фейта еле живой. Под копот КК. А Анна под башней, но будет жить. Было бы очень круто убить Фейта. Там он буквально на один удар. Учитывая, что Эмбер двойной урон. Хмарк. Да, Джерекс еще помогает. Вот так вот обузит бутылку. Даже без пользования ремнанта. Курк это герой на самом деле очень крутой. Вот столько обузов есть вот таких вот. И с Дизраптором можно просто этого героя этот глимс выключать. И вот так вот на базу отправлять тиммейтов. Не так часто это делают, хотя это реально очень приятно и полезно. Ладно Эмберу. Эмбер тогда на ремнанта может вернуться. А там, например, нагу какую-то отправить. Иллюзию отправить на линию и вернуться назад. Это звучит довольно-таки прикольно. Готовы нападать, ребята, на Т1 башню. Это что готовы. Они ее разрушают. За 10 секунд. На топе тоже самое делают муги. Есть тут глиф. И есть телепорт. Кунка здесь. Адмирал Кунка на X-марке прилетел, чтобы задынаясь башню. Но на самом деле нет. Катапульта. Катапульта. 40 урона. Катапульта очень много урона наносят по вышкам. Сейчас в этом патче увеличен. Процент дополнительного урона. Катапульта под Алакрити это было бы вообще. Катапульта под Алакрити просто уничтожает. Берешь инвокера, покупаешь рефрешер. Энчант распереманивает вторую катапульту. И ты два Алакрити вешаешь. И просто уносишь вышку. Шутка. Но, кстати, пока мы тут смотрели, как Кунка пытался динайвить вышку. Забрали Рошана. Не умеет. Так что это был такой вот своеобразный... Не то что байт, а развод скорее. Дали пространство Урсе. Урса это пространство получил. И уровень 11. В Ледмирс есть Дица Золота. То есть до Блингдайгера остается не так уж и много времени. А вот с Блингдайгером уже можно как-то чудить. Может быть Феникса какого-то ты не убьешь. Но вот, например, с Кункой. Хотя вот непонятно, а кого он здесь убивать-то будет. Учитывая, что потенциально еще и Форста в себе купит тот же Батрайдер. Феникс просто будет улетать на Икарусе. Эмбер уходить или давать чины. Кунка, в принципе, тоже может дать там какой-то торрент под себя. Останчики всякие есть. Искаты, икантерстремы. Ну да, с плюс 1, наверное, можно будет. Согласен. Тут на ИСИ. Иксмарк. Скорее разводит его на ультимейт, но нажимать он его, конечно же, не будет. Нажал уже после этого мнивого прокаста. Кунка, в общем-то, ничего не кастовал. Там в виде корабля. Понимал, что это не имеет смысла. Просто про станцию для Нутелла. Нутелла 3-300, 13-ая минута. Взглянем на нетворсы и на... Там умирает Эмбер. Напали как раз через подкопы Статик Шторм. Ньюби. Ну, приносят первые плоды. Пара вот этих вот саппортов. Сэнд Кинг и... Дизраптор хоть очень тяжело глимцом возвращать против Иксмарк и Джеракс. Тем не менее, кое-какие фраги удается сделать. Продолжает фармить интимаг. Но, слушай, что-то БФ у него прям совсем нет. 4200 какой-то. Очень низкий нетворс. У Аэма. Он очень много прыгает по карте. Он как-то так вот, чтобы именно фармить. Знаешь, как бывает. Афк антимаг фармит. Только прыгает, если знает, что сейчас убьет. Прыгнет, чтобы мановой дать. А он попрыгает, как-то там побьет батрайдера. Он даже может его не убить. Это же потеря. Умрет потом. Два крипа, три крипа теряешь. И ты погибаешь. У тебя две смерти на антимаге. Это нереально много. На антимаге столько погибать нельзя. Особенно, когда там лелеяли два саппорта. Тут на фейта корабль полетел. Корабль в бухте, но урона мало. Джеракс возвращает назад. Их смарка у него не было. И Джеракса здесь, конечно же, убьют. Да, погибает. Адмирал Кунка. Выходит С4. Хотел эту лассу, но получил Буро Страйк. Вылетает Феникс. Ультимейт не ставит. Хотя, может быть, и было. Имело смысл это. Тед Хантер пришел. И на этом ООГ понимает, что наше время завершено. Она глимсует назад. Ремнант оставляет. Улетает очень качественно на ремнант. А ты, а она красавчик. Вот маме тяжело грамотно. Тяжело Дизраптором работать против Эмбера. Против Наги. Нагу ты глимсуешь, она может сон нажать, как вариант. Заранее. Даже если попадет в Сайленс, то ничего страшного. И у Наги уже есть Сакрит Релик. Еще чуть-чуть, но Тейл купит Радианс. Радианс на иллюзиях работает еще хуже в этом патче. Подрезан урон. И еще можно купить Дагон. Дагон теперь инста убивает иллюзию. То есть, если игра дойдет до какого-то глубокого лейта, скажем, Дагон на Сэнд Кинге, Дизрапторе и Тайт Хантере, чтобы три иллюзии моментально уничтожать. Может сработать. Но я не уверен. Я не знаю, насколько это будет на практике выглядеть, чтобы три героя покупали РЦФАК за 2700. Ну, вообще, давно напрашивалось подобное изменение. Либо на Дагоне, либо на Родов Атосе. Вот я думал, что на Родов Атосе сделают нечто подобное. Вот когда Нага особенно была популярна, когда она все игры выигрывала. Сейчас еще с Нагой научились вроде как-то действовать. Ну, после того, как Радик понерфили. Вот этот вот гем на иллюзиях теперь не работает. Ну, это уже давно не работает, но все равно. Раньше, когда он работал, это была вообще дичь полная. Поймали Урсу. Урса с ультимейтом Исаисом. Да, нет, здесь даже фокусить нет желания никакого. Но в итоге башню придется отдать. Хотя есть глиф. У Нутейла есть слип. Но вот было бы Радианс, можно было бы пойти и драться. Без Радианса, честно говоря, я не совсем уверен. Идти в КП, у которого Худ. Башня снова от катапульты падает. И Ньюби отсюда отойдут. Насчет Дагонов все-таки, ну, что на практике это будут использоваться, вот как-то не уверен. Это больше на фишки НСа похоже, знаешь. Типа, фишка-то есть прикольная. Но, ну, фишка типа скорости атаки. Но на деле это реализация такого, ну, маловероятного. Непрактично. Непрактично, вот. Хорошее слово ты выбрал. Это, а то сейчас подумают, что я фишки НСа хейт. Нет, каждый выпуск с блокнотом смотрю. Записываю все моменты. Только так, комментаторы в руках. Форс тоже смотрит. У Форса, поэтому, в общем, это И6К. Вы если думаете, что как берутся ММР. Очень просто. Тут Феникса на центре убили. Ну, Феникс под подкопы и ультимайт Урсы. Там слишком много урона. 6-5. Ну, вот она такая классическая игра Нага vs. Антимаг. Один из убийств за 17 минут. Кстати, а где БФ, братан? БФа нет. Как сказал бы Форс, зачем ты руинишь? Нет, а как я... Почему руинишь? А, зачем руинишь, да? Зачем руинишь? Нет, ну, Юнайн делает все грамотно. Он фармит сколько может. Другое дело, что его убивают и... Тяжеловато приходится. Тяжеловато. Но, это да. БФ очень поздний будет у Юнайна. Это, конечно, не очень круто. Ну ладно, Антимаг все равно должен разгоняться так или иначе. В общем, как и Нага, я думаю, будут позолотые. Все равно мне Антимаг больше нравится в Лейте, чем Нага. Тут попытка напасть на Тайдхантер, честно говоря, это идея весьма спорная. Это же Тайдхантер. Статик Шторм от Фейта мимо. В молоко залетел. Ну, сейчас какой-то хороший сон от Нутейло, и Драка может повернуться не самым удачным местом. Дизрафтер, смотри, просто прогнали. Дизрафтер убили. Все, дизрафтер больше нет. Эксмарк на КП. КК дал подкоп, но ни по кому каким-то образом не попал. Ставится Суперно. Попытка убить Яйцо. Яйцо разбивает. Феникса убили. Слип от Нутейло. Реведж под КП. Как же все плохо. Как же все плохо для команды УДЖИ. Что-то вообще не получилось. Все не туда. Но Тейл не так сон нажал. Супернова. Он не засейвил в итоге ни Феникса, никому не смог дать время для отступления. То есть он нажался, он потом отжал его сразу в итоге Ньюби. Там дали Реведж, всех поубивали с Эпицентром. Ну, Антимаг, конечно, жадно потирает ручонки свои, когда видит такое. Его команда не умирает, его команда не фидит. А он-то как раз фармит. И это все, что ему и нужно. Чтобы просто команда не фидила и создавала пространство для него. Вот он уже Моги. С БФом, ПТ, уровень 12. Дальше Яша. Возможно, Ведмерс покупать в этой игре не будет. Хотя нередко на Антимаге его берут. Ну, тут учитывая, что Урса есть, Ведмерс, да. Правда, что-то я говорю странные вещи. Конечно, Ведмерс здесь не нужен самому Антимагу. Антимагу. Ну, Нага, Радиенс. Ну, Тейлу нужно сейчас Арканы разобрать, купить свои травела и дальше фармить, фармить, фармить. Изредка выходить на драки. Хотя, конечно, против Тайтхантера драться, ой, как неудобно. Кстати, Глимс еще иллюзии убивает. Тоже забыли мы об этом упомянуть. То есть, если Дизраптор купит себе Дагон, то он две иллюзии сразу убивает, да. Просто бэнг-бэнг и все. И две иллюзии нет. Дизраптор в здании, да. Смог есть у Фейта. Можно дождаться момента, когда СТРИПЛСИ подрегенит ману, отпушит линии и пойти кого-то за гангой. Забирает талант на опыт. Феникс. Будет покупать Мидас. Готовится флайк к долгой игре. Оно и понятно, у него Дага в команде. Ну и Тайтхантер готовится к долгой игре, покупает себе Миндасик. Интересно, слушай, даже непривычно видеть на этом зеленом героя Мидас. Как-то вот раньше такого не было. В 2013-х, когда Тайтхантер-то пикался. Такого не было. Шлем золотой, видишь у него? Он как бы намекает тебе, что он любит богатство. Он хочет быть богатым. У него тяга к... К деньгам. И он покупает Мидасик. Ну, его сложно упрекать. У тебя в команде антимаг. Сбирает много фарма на карте. У тебя в команде Сент-Кинг, которому тоже неплохо бы крипчиков добивать. Урса, которому тоже неплохо бы иметь хорошие левелы в золото. Ну, а как ты среди всех этих героев будешь поддерживать свой уровень дохода? Ну, никак. Только Мидасиком. Там подрезали у нас Плая. Тем временем игроки Ньюби. Ну, пока С3ПЛС и действует очень грамотно. У него 6-0-0. Он выиграл свою линию, что естественно. Он и должен был его выиграть. Было бы странно, если бы он не выиграл мид. И впоследствии действует хорошо. Кооперируется со своей командой. Делает и важные фраги, и не очень важные. Вот сейчас Смоук от Ньюби. Попытка забрать Ана, наверное. Слушай, сюда еще и Нага телепортируется. И ведь это все видят. Плохо подраться. Все ультимейты есть. Правда, заканчивается тут Смоук. Точнее, он был развеян. С4 нашли. С4 надо убивать. С4 успела сделать. Блинкаут, фейт, подкоп. Есть фаерфлай. Телепорты в кулдаун. С3 ультимейт. С4 успеет ли убить. С4 погибает. Окей. Неужели хочется драться ОУДЖИ? Но это будет неравная битва определенно. Но Тейл тут обманывает иллюзиями. Выбирает неплохую позицию. Но Тейл и Слип дают сетку на Урсу. Кинг убивают еще и Джерекса. Эмбер улетает на Римнанти. Флай пытается уйти. Дизраптора есть. Дизраптора есть глимс. Но надо дать вижн. Надо дать вижн, чтобы можно было хоть кого-то глимсонуть. Но Тейл убегает. Но Тейл здесь может сейчас все-таки глимс получить по итогу свой. Но слишком быстрый. Все-таки ночь. Ночью вижн не очень-то и много. Не видно, да. Это еще и реведж был плохой от Кипи. То есть он там, по-моему, вообще не в кого... Ну, может, Феникса попал. Фениксом попал, да, и все. Ну, он вперед просто нажал кнопку. Драка для Ньюби. У антимага похожа манта. Манта уже есть. Или нет, подожди, он только Яша себе притащил. Просто я вижу, что Курьера летит. Урса. Он успеет нажать ультимейт определенное Си. Нажимает, пытается убежать. Но все-таки урона много получает. Все-таки ультимейт это не полная там неуязвимость. А 80% только ставится Супернова. Ну, и здесь, конечно, яйцо. Тайтхантер еще зацепило солнцем. Тайтхантера убьет. Хороший ответ. Давно-таки много получает сейчас. Флай получил почти тысячу золота. Для него это Мидас. Уже летит или еще нет? Да, наверное, райтклик. Да, уже летит. Еще и деньги в кармане остаются. Нормально. Очень круто сейчас Феникс. Поднимается по золоту. Еще и Девардит здесь. Еще и сейчас Крипочка большого скушает. Медведемона. Тут Джеракс. Вместе с С4. Прыжок на Фейта. Фейт. Ничего не ставит. Могу поставить СТЭК Шторм там какой-то. Но решил, что не стоит. КК. Делает подкоп. Иксмарк здесь никак не помог. И Джеракс моно-воид. И погибает все-таки от СН Шторма. С4. Не видно. Делает он линкаут. СС близко. Антимаг после Яши решил покупать себе линку. Не доделывает даже манту. Против Бэтрайдера. И, видимо, против Кунки. А представляешь, как классно Аганим высмотрелся? Ты мог утаскивать антимагом Бэтрайдера. Это шикарно смотрится. Это же было бы так смешно. Сетка на Нагу повесить, а? Столько вариантов. Ладно. Сенкинг опасно действует. Уходит Сеншторм. Детекшн есть. Видео Сентрик. Смарк. Торрент. Корабль надо все закинуть. Торрент. Корабль. Полетели. Ну, или вот как-то так. Ну, и Ласово-то гитратят. Два ультимейта на одного. Саппорта не убивают. Ну, ничего. Лепорт от Наги. Главное, да, действительно, что убили и не подпускают, пока врага к базе, к своей OG. Не позволяет им ломать вышки. Не позволяет им вообще за речку выходить. Нага потихонечку раскачивается. Скоро купит манту. Иллюзий станет больше. И вот уже тяжеловато будет. Может, все-таки антимаг передумает, купит манту. Мне кажется, что она ему точно не помешает. Ну, у Тимой Торп манта была бы очень хороша. А потом уже линкенсфера. Мне кажется, что тут даже не сколько линкенсфера нужно, а сколько прям БКБ. Вот манта и прям БКБ. Потому что ты линку-то купишь. Ну, ладно, тебе не дадут Эксмарку. Но тебе могут дать лассо. Ты можешь поймать чины. И если у тебя нет манты, ты все это как бы вот не сможешь задоджить. Скорее, кто-то артефакт, знаешь, на сплитпуш, чтобы реально там какой-то Эксмарк просто один и выйдить и быстренько уходить на телепортах. Непонятно. Рошан снова для команды Ньюби. Аеги с Урсой и сыр, сыр, сыр у антимага. Да, конечно, нетипично видеть такой ранний сыр. Все равно еще 25 минута уже сыр есть у персонажа. Тут Смоук от команды Ньюби. На центре есть Флай. Не тот, конечно, клиент, которого хотелось бы прямо убивать, но окей, убьют Флая. Да, Флай здесь погибает. Четыре удара по нему сделали. Теперь у Феникса на 15 уровне нет таланта на быстрое возрождение. Или, погоди, у него, по-моему, на 10-м был талант на быстрое возрождение. Да. Ну, в общем, не респаунился он теперь быстро. Каждая смерть Феникса отправляет этого героя на долго таверну. Приходится терпеть и ждать. В прошлом патче он уже был бы здесь, наверное. Готовый сражаться. Хантер стоит с пайпом. Блинк в итоге кейпи до сих пор не купил. Ему нормально. Полторы тысячи здоровья. Взял себе талант на 35 к получаемому опыту. Очень быстро развивает себе и 20-й, и 25-й. И начинает кейпи. Пока один. Уже вместе с С-Трипл Си. Забирает А2. Да, вот все-таки против наги очень приятно забрать как можно больше строений. Но нага все равно, как видите, развлекается иллюзией и на топе, и в лесу, и на центре. И в миде главное, да, что есть иллюзия, которая уничтожает крипов и придется отступить ньюби. В боте много крипов, они могут там забрать Т2-вышку. Урса покупает башер. Урса, конечно, запакованный в этой игре, но надо понимать, что его очень легко раскатить при помощи наги, кунки, бэтрайдера. С ним легко справятся. Особенно, когда у С-Трипл Си пропадет Аегис. Поэтому надо ньюби врываться грамотно. Им нужен блинк на Тайтхантере. Тайтхантер должен прыгать, давать реводж так, чтобы нага не успела скастовать ульт свой. И там, кстати говоря, подрезали Куру. 2700 золота там было. Тех узнать бы, что бы там. У тебя есть бинт на Курьера? У меня почему-то бинт сломался, когда я играл на Тейл на моем компьютере. Он взял все и, к сожалению, сломал. Обидно. В Сиай. Да. Бустит. ММР мне слил еще. 6К игрок. Не, погоди, у него 7500. А, у него 7500? То есть он на моих... У него на мейне 6, а на фейке 7500. Ну, Митяй нормально играет. У него топовый ММР среди рухабов. Си в панике нажал БКБ. Получает оклин от Челла 100. Тайтхантер готов у него реводж, пока выжидает момент. Ну, Си развели на БКБ. Си. Тайтхантер получает чины. Под фаерфлайем стоит очень много урона. Фейт в итоге вышел. Статик Шторм есть. Но Тейл слип дает. Пошел кораблю. Тейл очень вовремя отжимает свой слип. КП все еще не дает реводж. Выжидает момент. Очень долго их ждет. КП. Стоит под станом от Суперновой. В итоге дали стан по Нутейлу. Отталкивает его подальше. Хороший реводж по двоим. Но не зацепили нагу. Зацепили нагу было бы намного лучше. Флай должны убить. Флай погибает. Эмбер полетел просто на все ремнанты. Но Си убить не получилось. Даже фистов не хватило. Но залетел наконец-таки Батрайдер. Выбили Аегис. Поднимается Эмбер в Юл. На ремнантах может попытаться уйти. Дает фисты Ана. Есть мановоид. От антимага. Очень больно. Ана получилась. Ана здесь погиб. Сфо практически без маны. Ребята не хотят повоевать сейчас. Просто на развороте пойти и бить. Вот так вот ворваться и начать бить. Но Сфо нажимает стики. Тем не менее получает слишком много урона. Вернули назад Урсу. Дали сетку на ИС. ИС нажимает ультимейт. По земле топнул. Антимаг продолжает бить по Джерексу. Джерекс без маны. Сейчас бы мановоид был бы. Ой, как стати, например, на Куинт Нагу. Но, ребята, тут под шрайном. И теперь точно надо уходить назад. Два кора очень много получили в этой драке. Что Урса, что антимаг. Очень много денег. Ну, опять Нага выигрывает время. То есть Нага фармит. Итак, антимаг очень близок. А, слушай, так он манту купил все-таки. Да, он после как раз в Клинкин Сферы взял манту. Так погоди. После бэфа, после бэфа, конечно. Но это грамотно. Это грамотно. Манта все-таки кажется хорошая. Да я тоже думаю, что манта тут. Намного лучше смотрится, чем первым слотом Линка. Дальше Юнайн будет покупать Линкен Сферу. Но БКБ тут тоже не помешало бы. Если бы у него было БКБ в этой драке. Ну, БКБ и Башер. Он бы тут мог всех убить. Тут корабль полетел по антимагу. Блинкаут успевает он сделать. Глимс назад на Эмбер Спирита. Эмбер вернулся назад. И говорит, не, братан, так дела не делаются. И добивает Фейта. Но это потеря не страшная. Фейт покупает Худ. Все правильно. Тут надо как можно больше защиты от магии. От магического урона. Если быть точнее. А Феникс покупает Ротифатос. Еще один артефакт. И против антимага, и против Урсы. Достаточно неплохой. А Урсу ставит к их бай Манки Кенбар. Понимает, что надо как-то бороться с этими эвэйженами. Не может он попадать. Нормально. Иногда это особо ощущается. Где-то в центре драки. И вот уже антимага Линкенсфера. И вот уже антимаг вплотную подбирается к наге. Разница буквально в три сотни. С такими успехами, как я понимаю, антимаг эту нагу и перегонит. Да, вполне вероятно. Иллюзии сейчас муги будут фармить. Напомним, иллюзии сейчас довольно-таки много денег дают. Надо быть тоже поаккуратнее на Тейлл с этим. Потому что иллюзиями можно неплохо так подфидонивать. Особенно, когда будет уровень 25 уже. Да, там много очень золота дают. Там больше, чем закрипа. Когда реально иллюзия плотная. Сейчас посмотрим, сколько дадут за иллюзия. 32 единицы золота дали сейчас. Ну, это довольно-таки много. Ну, так это у наги 16 левел. Уже много. Конечно. Так, если как-то игра затянет. Четыре иллюзии убиваешь? Четыре иллюзии убиваешь? Считай, как пачку сфармил. Почти. Ну, почти. Поменьше. Правда, четыре иллюзии в одной точке не встретишь. Нага покупает себе диффуз. Надо подумывать игрокам команды Ньюби, чтобы уже вступать в битву. Вот антимаг много уже имеет. Вот купит башер и надо драться. Вот прям надо. Потому что Ньюби в этот момент будут сильнее. Под коп. Попытка убить быстро Натейла не получилась. Урсы использовали тот семейт. Возможно, это ошибка. Есть, кстати, к шторм. Закрыли Натейла. Натейла надо убить Натейла. Погибает Натейла. Сипрс нажал БКБ. Корабль не получил. Соответственно, не застанился. Отличная работа. Убили Натейла. В общем, уже драка выиграна за счет этого. Еще и погибает там Батрайдер. Просто его добил Муги. Даже без использования ультимейта. Кстати, Наги не будет 40 секунд. Как и Батрайдеры. И на самом деле это реально шанс зайти на хайграунд. Шанс для команды Ньюби. Да, реально зайти на хайграунд и забрать как минимум Т3-ушку. А может быть даже и целую линию. Райвач остается. Что самое приятное. У КП есть Блинк. Поэтому может ворваться, если что. И там можно будет убить еще кого-то. Например, Феникс. Либо Кунку. Не так это важно. Ну и ребята начинают бить Т3. Понемногу. Как-то пытается Феникс откидываться спиритами. Это выигрывает немало времени. Но Т3-башня пойдет точно. Отспамливаются скиллами ОГА. Используется фортификейшн. Флай. Вот и рач от КП. Замахнулся КП. Есть ул. Вот если в тайминг дать ревач? А, и без опасности. А, тут даже анапривачи справились. У Анны есть бейбэк. Да. Если хотят сохранить линию ОГА, Анна надо выкупаться. Ну, а думаешь, Ньюби пойдут? Мне кажется, они все-таки боятся. Вообще, мне кажется, зря они. То есть, знаешь, как бывает? Типа, Нага сейчас дать слип. Эмбер выкупится. Вы в невыгодной позиции. И вы там проигрываете в 5-5-0. Да, это верно. Но заставить Тимбера выкупиться было бы неплохо. С фосбилленькую сферу, но дальше продолжения не было. Спасли. Опять Нага подставляется. Опять Нага подставляется. Нутейл. Как же опасно действует Нутейл. Погибает Нутейл. Погибает и Феникс. Нутейл снова без байбэк. И все это без реваджа. Это все без реваджа. Не хватило маны. Не хватило маны КП. Он там слишком много потратил маны на остальные скиллы. Дал гашек. Дал линчер смеш. Пайп нажал. И в итоге он просто не смог реваджать. По-прежнему у него сохраняется. Нутейл сейчас, возможно, игру такую отдает. Таким вот. Ну, выкупается, конечно, Феникс. Это круто. Эмберу выкупаться не очень хочется. Но, возможно, тоже придется. Иначе это две стороны. Неужели дадут? Вот так вот просто. Вот так вот просто. Вроде так длилась игра. Так все шло. Что еще минут 40. Будем смотреть за доты увлекательной. Или не очень. Но по итогу две стороны падают. Команда Ньюби получает огромное преимущество. Ласоэс во вкулдауне еще 25 секунд. Он просто прыгает. Получает Льюл. Получит подкоп. Получит удар от Урса. Есть торрент. Неплохо. Эмбер полетел на ремнантах. Можно убить кого-то. Но тут ревадж. Ревадж по двоим. Мановойт. А она поднимает себя в Юл. Полетел корабль от Джеракса. Есть фисты. Дизраптор, тем не менее, живой. Ну, все. Тут еще Эмбер снова убили. Или Эмбер выкупается. Байбэк уже, казалось бы, в никуда. Ну, Тейл прилетел. Убил Асси. Было бы круто убить еще остальных. Но антимаг уйдет. Кэпи, скорее всего, погибли здесь. Слип есть. Телепорт сбили. Санкингу также. Но про Санкинга, возможно, только лишь могут подозревать. Фейт получает Иксмарк. Это все неважно, если честно. Слишком дорогую цену заплатили за эти фраги ОГ. Они потеряли две линии. У них выкупился... Кто выкупился? Эмбер выкупился. Да, Эмбер выкупился. То есть очень-очень много потеряли золота. Если мы посмотрим сейчас на эту вот полосочку рядом с часами. Там уже 13,5 тысяч золота. Преимущество у Ньюби. Эти деньги в основном в антимаге. А антимаг это страшная сила. У него башер появляется. Теперь он будет напрыгивать и не бояться никого. У него есть линка. Линка тяжело пробиваема здесь. Я бы не сказал, что прям деньги знаешь в антимаге. И тут смотри разница между Урсой и Эмбером. Честно говоря, она сейчас выглядит просто бесполезно в этой игре. Он там что-то пытается делать, но... Он много потратил денег на байбэк. Так-то была разница не такая большая. Ну ладно. Может он сколько тысяч с лишним, наверное, потратил, да. Ну да, согласен. Разница большая. Сейчас стало разница почти 8 тысяч. Целый слот разницы между Урсой и Эмбером. Так оно и есть. МКБ появляется. Урс. Выходит команда Ньюби на Рошана. Какая хорошая подкопа троим. Рошан все еще стоит. Врывается антимаг. Получает торрент. Ставится супернова. Для кого же Рошана Аегис? Для антимага он его крадет. Есть тайминг. Сетка висит на антимаге. Ставится статик шторм. Взрывается супернова. Неплохой стан. Нутейл нажимает слип. Можно убить Нутейл. Нутейл погибает. Нутейл есть байбэк. Эмбер погиб. Он байбэка не имеет. Напомню, антимаг прорывается дальше. Попытка убить кунку. Кунка погибает. От мановойда. Ну и уже все близится. И правда к концу. В погоню идут ребята за Сфо. Но эта цель неинтересна. Интересная цель это топ. Т2, Т3 и бараки. Кака? Все-таки попытку найти Сфо. Сфо плюнул. Показал себя. Отправляется в Юл. Есть у него Юл свой. В Юл себя закидывает. Какая эпицента. Просто такие вот. Хайграунд. Да, я думаю, что OG сейчас должны написать ГГ. Потому что отдефать третью линию они скорее всего не смогут. Они потратили все свои ультимейты. КП реведж не тратил. У Дезраптора следующий ульт появится буквально через 30 секунд. Мановойда у антимага также через 30 секунд. У антимага есть Аегис. И ему сейчас ничего не сделать. Ну что? Нага умерла, друзья? Или это все-таки не та игра, что говорит, что Нага все. Больше ее не будет. Да, Нага очевидно стала хуже. Просто Ньюби хорошо задрафтили. Они правильного героя выбрали. Тут можно было еще и террорблейдом сыграть, как мне кажется. Но антимаг тоже хорошо заходит. Сетка, КК, врывается. Реведж есть. Реведж пошел. Но Телперс в секунду его испепеляют. Погибает кунка. ГГ. Я рад, что Нага проиграла. Я, конечно, ничего против команды УДЖИ не имею. Но Нага герой. И карта получилась достаточно быстрая. Хотя, казалось бы, Нага против антимага. Но карта получилась быстрее, чем большинство игр, что мы смотрели с тобой сегодня. Победа команды Ньюби. Ну, в общем, пока вот что-то с Нага не получается. Ждем вторую карту. Надеемся, что УДЖИ пересмотрят свой драфт. Наверное, Нагу забирать уже не будут. Заберут что-нибудь другое. Ньюби у них. Видишь, в этой стратегии обычно присутствует Энигма у УДЖИ. Но Энигму, конечно же, Ньюби забанили. Поэтому надо было Энигма... Энигма была бы, конечно, поприятнее. Энигма плюс Нага — это должны быть третий-четвертый пик, мне кажется, в этой стратегии. Потому что люди уже поняли, что против этого очень тяжело играть. Вот как раз я пересматривал демки с Киев Мейджора. Либо ОДЖИ забирали Энигму на второй пик, а потом добирали Нагу. Либо они забирали Нагу на четвертый пик, а потом добирали Энигму пятым. Ну и команды как бы глазами хлопают, не понимают, что происходит. И проигрывают Энигме и Наге. Ну потому что там Сон, Блэкхолл, все, гг. Здесь Ньюби уже научены горьким опытом других команд, которые много проиграли Наге плюс Энигме. И, соответственно, Энигму забанили. Взяли Антимага и относительно легко победили, как мне кажется. Смотрю, у команды ОДЖИ игрок пятой позиции Флай внес больше урона, чем Мидер. Нужно посмотреть. Феникс 16 524. У Эмбер немножко поменьше. На тысячу. Такое бывает даже, но в этой игре Луана не задалось с самого начала. Все-таки Урса шансы не оставлял. Ну что ж, первая карта за командой Ньюби. Нагу смогли законтрить. Я вас с этим поздравляю. Нага это герой, который, конечно, убивает немножко вот этот интерес.